Наталья – российская популярная певица, имя которой долгие годы ассоциировалась с хитом. В 90-х годах «Ветер с моря дол» песня стала визитной карточкой артистки «Возвращение звезды», оказалась не менее ярким шлягер. О боже, какой мужчина получил всероссийскую популярность. С будущим мужем Александром Рудиным, исполнительница, познакомилась еще с школьницей. Они встретились после выступления певицы на местном рок-фестивале, и между ними завязался роман. Александр души не чаял в избраннице и во всем старался ей помочь. Он стал инициатором идеи записать ее в первые кассеты. Когда Наталье исполнилось 17 лет, пара сыграла свадьбу. Муж многое сделал для карьеры супруги. Он находил продюсеров и композиторов, которые работали с певицей вместе. Они переехали в Москву и боролись за место под солнцем в российском шоу-бизнесе. Супруги одно время не могли завести детей. Артистка даже отчаялась и вместе с сестрой ходила к местным знахаркам. Вымаливала детей у Бога, о чем откровенно рассказала в эфире программы Андрея Малахова. Пусть говорят, за 10 лет у нее случилось несколько выкидышей. А когда в очередной раз артистка узнала о беременности, она переживала. За сохранность и здоровье ребенка, к счастью, все обошлось. И в 2001 году у семьи Рудиных появился долгожданный первенец, которого назвали Арсением. Спустя 9 лет у них родился второй сын Анатолий. Вернувшаяся популярность заставила Натали в 2014 году зарегистрироваться в Инстаграме. Сейчас певица ведет свой аккаунт. То и дело, балую поклонников фотографиями из профессиональной и личной жизни. Также у исполнительницы есть свой сайт и многочисленные фан-страницы в соцсетях. Натали поражает фанатов демонстрации модельной фигуры и многочисленных фото в купальнике и даже без макияжа. Главное событие 2017 года в жизни певицы не связано с творчеством. 42-летняя Натали была беременна третьим ребенком и в апреле подарила своему супругу с сыном Евгением. По словам исполнительниц, они с мужем счастливы, ведь у женщины были проблемы с деторождением. Уже спустя три месяца после родов певица вместе с мужем и детьми отправилась на отдых в Грецию. Наталья волновалась от мыслей о том, как младенец поведет себя на новом месте, но Женя, как и все члены семьи, испытала радость от пребывания на солнечном пляже и купания в море. О своем опыте материнства и воспитания детей Наталья рассказала в интервью Ивану Урганту в программе «Вечерний Урган» в сентябре 2017. Также в этом году артистка представила свою новую песню «Как сладко быть мамой в день матери». Секретом счастливой личной жизни певица считает свою профессию, которая помогает ей всегда выглядеть на высоте, а при этом артистка остается отменной хозяйкой. До сих пор в доме оруденных нет домработницы Натали со всеми обязанностями. Справляется сама, а будучи беременной вторым сыном, испытывала такую тягу к уборке, что даже регулярно выходила мыть подъезд, чем каждый раз шокировала соседей. Сейчас певица продолжает гастролировать по стране и зарубежью со знаменитыми хитами и появляться на телевидении. Натали выступает в барах, на свадьбах, корпоративах и юбилеях. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.